Вроде нормально. Потом лёд начал трескаться. Ну и протока тронулась и пошла вся. Ну почти больше половины пошла протока. Ну а нам что оставалось делать? Всё в палатке сбросили, как всё у нас было. И бегом к берегу. Ни тонкий лёд, ни трещины на нём, ни мороз. Заядлых рыбаков не пугают. Белое речное полотно для них сродни рабочему месту. Валерий Ухин выезжает на том при любой возможности. Даже если клюёт не очень хорошо, а сам процесс завораживает. Он и сам говорит, страсть здесь выше сознания. О технике безопасности в теории рыбак знает. А на практике к экстренным случаям мужчина не совсем готов. Есть такие, продаются штуки, но у меня, правда, их нет. Такие на шее одеваются, и крючки, допустим, провалился. И чтобы на лёд вылезти, зацепиться крючками этими. И вот подтягиваться, подтягиваться. Ну если кто-то рядом есть, там бурм тебе подаст. Подтянет, я не знаю, там тоже верёвку на ушки кинет. Верёвку кинет. Да хоть, хоть ещё, хоть палку, хоть ветку. Любители зимней рыбалки совсем прогнать со льда невозможным. По выходным только на этом участке Томи, в районе Балахонки, их собирается больше ста человек. На льду раскидывается настоящий палаточный городок. Остаётся только предупреждать и напоминать им, безопасность превыше всего. МЧС регулярно проводит плановые рейды о местной администрации, профилактическую работу на своей территории. Здесь в основном каждый год приезжают одни и те же рыбаки. И значит, они уже нас знают в лицо, и мы им раздаём эти памятки. Они говорят, мы всё это знаем. Но при всём при этом, значит, мы им рекомендуем читать. И они с удовольствием, значит, беседуют с нами, берут наши памятки. И я думаю, это какой-то результат даёт, значит, что у нас не произошло за это время никаких чрезвычайных ситуаций. Главное, чтобы лёд был прочный. Достаточно, чтобы его толщина была хотя бы 7 сантиметров. Сейчас, несмотря на аномально тёплый декабрь, ледяной слой куда более плотный. Чтобы проверить толщину льда, у рыбаков есть стопроцентный способ. Нужно пробурить лёд. Расскажите, пожалуйста, как это делается. Да очень просто. Чтобы узнать толщину льда, что нужно. Взять вот бур, поставить его, ну и забурить. А можешь мне попробовать? Сейчас, секунду. Вот теперь вы пробуйте. Как крутить? Вот, одной рукой сюда берёте. Сюда вот так вот встаньте, ноги пошли вот так вот встаньте. И в эту сторону крутите. Толщина льда на Томи сейчас порядка 65 сантиметров. Но сотрудники МЧС уверены, всё равно нужно постоянно быть на чеку. Доверять ему не стоит, потому что структура льда меняется всё-таки. И вода делает своё дело. И температура, естественно. Результаты профилактической работы или просто везения, так или иначе, пока с начала зимнего сезона ни один рыбак в речную беду не попадал. Горячая пора по традиции для сотрудников МЧС начнётся весной, когда река станет более непредсказуемой. И остаётся только надеяться, что и тогда лёд не даст трещину. Юлия Мелехова, Дмитрий Шилов. Новости моего города.